Привет, друзья! С вами я, Эдскрабер. Сегодня у нас обзор iPad mini 5. У меня иногда спрашивают, какой планшет купить, какой лучше, какого хватит на долгие годы, и что у меня всё не лагало, всё хорошо, красиво и работало. Друзья, очевидный ответ — это iPad mini 5. У компании Xiaomi тоже был iPad 4, но он и сейчас есть на 660 Snapdragon, но там есть большая-большая проблема — там нет глобальной прошивки. Я не могу рекомендовать этот планшет, потому что люди не хотят заморачиваться с прошивками, с какими-то глюками и так далее. Поэтому в плане планшетов альтернативы компании Apple вообще нет и не существует, и в ближайшее время вообще не предвидится. Поэтому сегодня обзор iPad mini 5, и я, друзья, прошу вас очень-очень поддержать этот видос, потому что планшеты на моём канале вообще не смотрят особенно, да, поэтому давайте максимальный лайкос, максимальный репост этого видео сделаем, чтобы вот прям вообще красиво зашло. Давайте нашумим просто в комментариях. Любые комментарии пишите обязательно, и что вы думаете по поводу iPad, вообще нравится вам эта компания, не нравится, купили бы вы его себе или не купили и так далее. Перейдём к распаковке. Распаковка здесь, ну, такая очень простая, красивая и стильная коробочка, конечно, в компании Apple за стиль вообще отвечает очень хорошо. Внутри зарядка, кабель USB Lightning, бумажки, ну и, в принципе говоря, всё. Всё. Моя версия без сим-карты, то есть это обычный такой стандартный девайс. Давайте перейдём к характеристикам. Экран 7,9 дюймов. Небольшой, не маленький, как раз хороший экран такой для этого девайса. Экран Full HD разрешения, 324 ppi, и это не AMOLED экран. Я очень, друзья, очень рад, что это не AMOLED экран, потому что AMOLED действительно имеет ШИМ, и с этим девайсом, с iPad 5, я купил его жене своей, я и она проводим очень много времени. То есть потребляем контент, смотрим видосы, читаем книги и всё-всё такое. И поиграться, кстати, на нём очень даже не стыдно. Так вот, благо, что здесь всё-таки IPS матрица, потому что от IPS матрицы глаза не устают. Вообще, это такой девайс для потребления контента, поэтому экран здесь должен быть отличный. И в этом случае, друзья, экран просто отличный, сочный, красивый, хорошее разрешение. Да, я сказал, что это игровое решение, и об игровом решении мы сегодня обязательно поговорим. LTE. LTE здесь есть во всех бендах, ну, учитывая, если у вас девайс с сим-картой. Мой планшет без сим-карты, соответственно, здесь LTE никого нету, здесь есть Wi-Fi. И радостная новость, здесь Wi-Fi на 2,4 и также на 5 Гц, то есть можно действительно потреблять очень хороший, быстрый интернет. Bluetooth здесь 5.0, GPS и NFC присутствует. Но, друзья, я не пользовался NFC, потому что это глупо с такой просто дубиной заходить, как бы расплачиваться. Но, в принципе, он здесь есть. Возможно, он здесь для обмена какими-то данными и так далее. Но то, что он здесь есть, уже тоже является большим плюсом. Следующий момент операционная система iOS 12.3. Это стабильная система без каких-то лагов, подтормаживаний и так далее. Хотя так было не всегда. Кто пользуется, помните, да, что iOS 11 была, ну, просто лагущая. Я на своем iPad, большом 2018 года, у меня была iOS 11. Это были просто сплошные глюки. Я подумал, что я вообще купил. iOS 12, 12.3, все обновления. Все очень четенько работает. Без глюков, без лагов, без вылетов вообще никаких проблем нет. Также этот планшет поддерживает Apple Pencil. Представляете, это первый маленький планшет, который поддерживает Apple Pencil. Apple Pencil стоит очень дорого, в районе 100 долларов. Это профессиональный, очень хороший девайс. Я отмечу, друзья, что это именно профессиональный девайс. То есть для профессиональной работы. Просто так я тоже брал его пользоваться. Ну, можно писать, можно что-то делать и рисовать картинки. Но 100 долларов отдавать за просто рисовать и писать, ну, мне кажется, это вообще не вариант. Также в iOS 12 здесь есть фишка деления экрана. Это очень удобная штука. Когда я пишу сценарий, я использую, допустим, браузер, также блокнот, также можно открыть YouTube и так далее. То есть в окне вы видите сразу два окна и нужную вам информацию. Где-то что-то записываете, где-то смотрите. И на таком экране, да, не на экране телефонов, а именно на таком экране, очень удобно вот это деление. И это реально респект. Компании iOS прописали вот эту штуку. И еще для этого планшета гарантировано обновление до iOS 13. То есть он будет иметь поддержку, то есть будет развиваться, компания Apple его будет поддерживать. И это великолепно. Далее перейдем к камерам. Основная камера на 8 Мп f2.4 точно такая же, как на iPad 2018. По крайней мере, она мне так показалась. Видео она снимает в Full HD качестве. Стабилизация видео есть. И, кстати, стабилизация видео очень даже неплохая. Фронталка здесь улучшенная. И это впервые, когда на обычных iPad'ах фронталка очень даже окей. На 7 Мп апертура f2.2 снимает в Full HD качестве. Давайте сейчас посмотрим примеры фото и видео. Я не буду сильно заморачиваться на фото и видео, потому что этот девайс не предназначен для съемки в первую очередь. И, в принципе, не совсем удобно на него видео снимать. То есть большой девайс. Сильно я по этому поводу не заморачивался. Основная камера на iPad mini 5. Вот такого уровня качества съемки. Также послушайте, как записывается звук. А видео пишется в Full HD качестве. Основной камень здесь просто бомба. A12 Bionic. Построенный по 7-нанометровому техпроцессору. Этот процессор стоит на последних iPhone'ах. 10X, 10X Max и на других. На Pro версиях iPad'ов стоит именно A12 Bionic. То есть, ну, это просто топчик, друзья. И за ту цену, а я немножко попозже ее обозначу, взял просто реально очень-очень даже топчик. Видеоускоритель здесь не обозначается. Компания Apple не распространяет, что это за видеоускоритель. Версии есть на 3.64 и 3.256. Моя версия на 3.64. Также есть версии с 4G. Те же самые. MicroSD сюда никаким образом нельзя установить. Друзья, пока мы продолжаем, я попрошу вас максимально пролайкать это видео. Почему? Потому что планшеты на моем канале вообще не заходят, да, и, ну, люди не очень смотрят. Поэтому давайте сделаем просто максимальный такой лайкос. Вот я такой большущий лайк нарисую, да, репост этого видео максимальный. И в комментах пишите вообще, вот, что вы думаете по этому поводу. Максимальный коммент. Ну, если вы еще не подписаны, друзья, обязательно подписывайтесь на этот канал. В Antutu он выбивает 370 тысяч баллов, друзья. Просто космическая ракета. Вот давайте посмотрим пример видео в игры. В игры он играет, ну, просто зачет. То есть никаких лагов, никаких подтормаживаний. И в играх, друзья, запас этого планшета еще на долгие-на долгие годы. Мне кажется, на лет 5 его точно хватит, потому что он все потребляет, все, что только возможно. Из интерфейсов здесь миниджек присутствует. Кнопка здесь обычная, не Taptic Engine. Просто обычная физическая кнопка. Вход Lightning для передачи данных и для зарядки. И сканер отпечатков, который, в принципе, работает окей. По звуку. По звуку здесь поработали. Звук стал громче, чище. И он даже имеет какие-то намеки на басы. То есть звук мне очень понравился. Великолепный, отличный звук. В наушниках звук обычный, хороший, стандартный такой, эплский. По батареи здесь батарея на 5124 мАч. На один день мне ее хватает за глаза. И на 10 часов непрерывной работы. То есть, друзья, 10 часов непрерывной работы на этом планшете, это классно. Зарядка здесь стандартная 5 Вольт, 2 Ампера, 10 Ватт. Конкуренты этого планшета. Если честно, друзья, адекватных конкурентов этому планшету я вообще не нашел. Только компания Apple, которая представляет другие девайсы, ну, те же самые планшеты, только так. Цена. Очень интересный момент. Версия 3.64 я взял за 29 тысяч рублей. То есть, приблизительно 430 долларов. Сейчас он стоит 33 тысячи рублей на официальном сайте. И на Tmall тоже 33 тысячи рублей. Но, друзья, уверяю вас, кстати, можете переходить на Telegram канал. Там есть ссылочки на этот планшет, на другие телефоны, выгодные купоны, скидки и все такое. Так вот, в какой-то день я зашел на Tmall. И, представляете, там была цена 29 тысяч рублей. И я просто сразу его купил жене, потому что жене вот требуется именно планшет. Она любит тоже работать именно с планшетом. Точно такая же версия. С 4G стоит 44 тысячи рублей. Версия 256 стоит 45 тысяч 500 рублей. И с 4G, та же самая версия, стоит 56 тысяч 500 рублей. Но здесь уже ценники, конечно, конские. Мне кажется, самый правильный вариант это на 64 гигабайта, который за 29 тысяч рублей без сим-карты. Это реально очень классно и очень зачетно. Самый дешевый iPhone на 64 гигабайта это iPhone XR. Он стоит в районе 50 тысяч рублей. Ну, это прямо на самые-самые большие скидки. То есть, здесь планшет стоит, ну, на 21 тысячу дешевле. И это реально круто. Компания Apple удивляет в плане цены на планшеты. Потому что здесь, ну, реально классная, правильная, адекватная цена. И он действительно стоит этих денег. Давайте перейдем к внешним элементам этого планшета. Сверху фронтальная камера на 7 мегапикселей. Кнопка включения и выключения на верхней правой грани. Левая грань абсолютно пустая. Внизу основной динамик первый. Потом идет Lightning. И второй динамик. То есть, два динамика, которые он просто тащит. На правой грани две кнопки громкости. Переключателя, как было раньше, здесь нет. И кнопка, как я уже говорил, круглая, основная, физическая. Камера на 8 мегапикселей. Сверху два микрофона. Первый основной, второй для шумоподавления. Также миниджек. Здесь изображено яблочко, надпись Apple. И вся задняя крышка сделана из качественного, хорошего алюминия. Чехлы. Чехлы можно посмотреть, друзья, на Алиэкспрессе. Перейдем к плюсам и минусам этого планшета. А плюсов я насчитал, ну, конечно, гораздо больше. Здесь первый плюс, это процессор A12 Bionic, который просто тянет. Он на уровне 855 Snapdragon и реально очень даже крут. Второй, это экран. Экран хороший, сочный, отличный, справляется со всеми задачами на ура. Третий, это батарея, которой хватает на 10 часов. И это тоже отлично непрерывные работы. Четвертое, хороший, качественный звук. Пятое, Apple Pencil. Шестое, цена. Цена, адекватная цена на версию 4.64, как я вам уже говорил. Из минусов, друзья, я нашел только один. Это цена с сим-картой. Она на 11 тысяч рублей дороже. То есть, по сути, тот же самый планшет, но плюс сим-карта и плати 11 тысяч рублей. То есть, в районе 180-190 долларов. Представляете, просто за сим-карту. Это вообще, друзья, какой-то перебор. Это вообще не алло. Вот такой получился обзор iPad mini 5. Мне кажется, в 2019 году это самый такой адекватный мини-планшет, который существует за 29 тысяч рублей. Наверное, лучше вообще не найти, потому что он мега-скоростной, он мега-быстрый. В игры он играет во все, друзья, вообще без проблем. То есть, он очень и очень мощный. Камеры так себе, они справляются, но здесь они не сильно нужны. Для того, чтобы поглощать контент, смотреть и получать удовольствие саму или же, может быть, семьей, это самый, наверное, классный и адекватный девайс на рынке сегодня. Друзья, с вами был я, Эдскрабер. Всем хорошего настроения. Не забывайте, не забывайте про лайки. Пролайкайте это видео максимально, как только возможно. Пишите свои комментарии. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.